Привет и добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня мы обсудим топ-10 лучших актерских работ всего в одной сцене. В этой подборке мы собрали всех актеров, которые сыграли важную роль всего в одной сцене фильма. А какая сцена затмила весь остальной фильм, по вашему мнению? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Эндрю Скотт. 1917. Этот фильм о Первой мировой войне рассказывает о двух обычных солдатах, которые пробираются через оккупированную Францию, чтобы донести жизненно важное послание на фронт. В главных ролях два относительно неизвестных актера, чтобы подчеркнуть их обыденность. А их начальников играют известные персоны вроде Колина Ферта и Бенедикта Камбербэтча. Это отсылка к тому, что генералы и другие высокопоставленные чиновники были знаменитостями. Но больше всего выделился Эндрю Скотт в роли разочарованного лейтенанта Лесли, который болезненно бормочет про ужасные вещи на войне. Номер 9. Тед Левин. Остров проклятых. Номер 9. Надзиратель тюрьмы для душевнобольных Тед Левин за свое короткое экранное время создает истинное чувство угрозы и дурных предчувствий. В этом параноидальном триллере он появился в идеальный момент, чтобы поднять планку и расшатать героя Тедди и зрителей. Размышляя о человеческой природе, он толкает пугающе мрачную речь о том, насколько тонкая грань между вежливостью и жестоким насилием. А пересмотр только делает все лучше, ведь невероятный финал раскрывается с большей глубиной благодаря зловещей игре Левина. Номер 8. Крис Эванс. Скотт Пилигрим против всех. Эвансу не привыкать к персонажам комиксов. Тут он играет второго злого бывшего Рамоне, Лукаса Ли, и Скотт должен победить его. Лукас оказался не только крутым скейтером, но и хорошим актером, а Эванс привнес в дерзкого антагониста фирменную харизму и обаяние. Чванство и чрезмерную браваду нелегко забыть, и это идеально вписывается в безумный мир, вдохновленный видеоиграми и комиксами. Как и самому Скотту, публике трудно противостоять очарованию и веселью Эванса, хоть он тут и злодей. Номер 7. Глория Фостер. Матрица. Одна из ключевых тем в Матрице – свобода воли против предопределенности, и это воплощает Оракул. Она была только в одной сцене в середине фильма, но ее присутствие ощущалось повсюду от начала до конца. Фостер нужно было сыграть загадочную, непостижимую, но такую знакомую личность бабушки, при этом не забывать раскрывать экспозицию и двигать сюжет вперед. Она сделала все налегке и абсолютно очаровала публику. Это заставило нас задуматься, разбил бы Нео ту вазу, если бы она ничего не сказала. Номер 6. Виола Дэвис. Сомнения. Виола Дэвис – уже титулованная актриса, но когда она появилась в фильме «Сомнения», то была относительно неизвестной в мире кино. Роль матери мальчика принесла ей боль, но еще и кучу наград, в том числе номинацию на Оскар. Ее персонаж оказался поразительно сложным. Мать стремится закрыть глаза на то, что сделали с ее сыном, чтобы защитить его в долгосрочной перспективе, хотя бы для себя. Сегодня имя Виолы Дэвис приобрело значимость благодаря ее разрушительной и многогранной игре в «Сомнении». Номер 5. Дэйв Батиста. Бегущий по лезвию 2049. Батиста – рестлер и боец смешанных единоборств и хорошо известен широкой публике. Он прославился тем, что играл крутых парней и персонажей комиксов, например, как в «Призрак» или «Стражи Галактики». Но истинную глубину актерского таланта Батиста раскрыл в продолжении фильма Дэни Вильнева «Бегущий по лезвию». Актер тут мягкий и добрый, но в то же время внушительный и напряженный. Всего за несколько минут Батисте удается отыграть внушительного человека с грустными глазами за крошечными очками. Батиста играет такого же стоического персонажа, как Райан Гослинг, и олицетворяет человека, который знал, что смерть не за горами, и, наконец, он столкнулся с ней. Номер четыре. Дрю Берримор. Крик. В середине девяностых фильмы ужасов устарели, ведь из-за засилья слэшеров за предыдущие два десятилетия зрители уже знали все шаблоны и клише. Кому об этом знать, как не Уэсу Крэвину, создателю франшизы «Кошмар на улице вязов». В фильме «Крик» он использовал мета-знания кинозрителей о слэшерах против них. Когда в начале появилась любимица девяностых Дрю Берримор, казалось, что она будет последней выжившей девушкой. Зрители купились, и Берримор убили прямо в начальной сцене. Номер три. Мэтью МакКонахи. «Волкс. Уолл-стрит». Леонардо Ди Каприо в роли Джордана Белфорта воплотил всю жадность, тщеславие и похоть Уолл-стрит. У Лео было три часа, чтобы изобразить опасность чрезмерного употребления наркотиков, проституток и расточительных расходов, а у Мэтью МакКонахи всего несколько минут, чтобы сделать то же самое. МакКонахи изобразил наставника и босса Белфорта Марка Ханно. В простой беседе за ужином он превращает ясноглазого оптимиста Белфорта в того самого презренного человека. Ханно продавец, и он успешно продает бескорыстное Евангелие Разврата в одной восторженной тираде. Номер два. Алик Болдуин. Американцы. О, сейчас я получил твою внимание? Хорошо. Иногда фраза из фильма становится настолько культовой или популярной, что затмевает сам фильм в массовой культуре. Крики Алика Болдуина «ABC всегда закрывай сделку» — это именно такой случай. A. B. C. A. Always. B. B. C. Closing. Always. Be. Closing. Он произносит тираду со знаменитой фразой «Кофе ты еще не заработал». И его напыщенная речь отражает принцип продаж в 80-х и 90-х годах. Сделай или умри. А самое крутое то, что этой сцены не было в пьесе Дэвида Мэммета, по которой снят фильм. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру один, вот еще несколько достойных упоминаний. Мартин Скорсезе. Таксист. Камео безумного режиссера. Тайка Вайтити. Охота на дикарей. Веселая и необычная речь. Чарльз Флейшер. Зодиак. Сцена паранойи вызывает мурашки. Джеймс Бэдж Дэйл. Полет. Толкает философскую речь в образе больного раком. Донни Уолберг. Шестое чувство. Похудел на 20 килограмм, чтобы сыграть физически и психически сломленного человека. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Кристофер Уокен. Криминальное чтиво. В фильмах Тарантино есть масса чудесных сцен. Та же Джулия Баттерс из «Однажды в Голливуде». Но вот монолог Кристофера Уокена в роли капитана Кунца стоит упомянуть отдельно. В воспоминаниях он рассказывает молодому Бутчу о семейной реликвии, которая перешла от его прадеда. Тот носил ее во время Первой мировой войны, а дед уже во Вторую мировую. А отец умер на войне во Вьетнаме и передал ее Бутчу. Уокен рассказывает, что его с отцом Бутча годами держали как военнопленных, и это качели между чем-то трогательным, трагическим и совершенно угарным. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!